Здравствуйте, друзья! Сегодня будем готовить картошку с мясом по старому рецепту. Этот рецепт очень редко используется, хотя картошка получается очень вкусная. Итак, начнем. На этом этапе мы уже можем поставить разогреваться духовку до 200 градусов. И приступаем к нарезке картофеля. Картофель мы предварительно помыли и положили на бумажное полотенце. И теперь нарезаем его вот такими ломтиками. После чего скидываем это все в кастрюлю. Итак, мы порезали картошку и сложили ее в кастрюлю. Для тех, кому не нравится картошка с кожурой или же по другим причинам, картошку можно почистить и также порезать и сложить в кастрюлю. Теперь мы солим картошку. Добавляем пол столовой ложки без горки соли. Добавляем немного перца. И добавляем чайную ложку паприки. Также добавляем масло. Накрываем крышкой и перетряхиваем, чтобы все продукты смешались. И теперь высыпаем все это дело на противень. Распределяем все одним слоем по противню. И убираем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут. Пока картошка находится в духовке, мы займемся мясом. Для этого мы возьмем куриную грудку, но также может подойти любое другое мясо весом 650-700 грамм. В нашем случае нужно будет еще отделить мясо от кости. Но если у вас будет филе, то вам нужно будет просто порезать мясо маленькими кусочками. Прошло примерно 45 минут. За это время мы успели порезать мясо. Отделили его от кости и порезали вот такими кусочками. Добавили в сковородку примерно 50 миллилитров масла. И теперь ставим на газ и будем жарить мясо до полуготовности. Выложили мясо в сковородку и теперь достаем картошку из духовки. Достаём его для того, чтобы перемешать. Перемешав картошку, убираем ее обратно в духовку на 10 минут. Не забывая помешивать мясо, мы можем приступить в это время к нарезке лука. У нас это две луковицы будут на всю порцию и нарезаем мы их достаточно мелко. Прошло еще 10 минут и мы достаём картошку из духовки. Посмотрите, она уже спустя такое время уже стала красивой, но мы ее доведем до более еще красивого состояния. Сейчас мы их перемешаем и уберем в духовку еще на 10 минут. Время нахождения картошки в духовке варьируется в зависимости от самой духовки, так как бывают разные типы духовки. Есть электрические, есть газовые и с разным расположением подогрева. Итак, убираем картошку в духовку на 10 минут. Мясо у нас пожарилось до полуготовности и теперь мы будем добавлять к нему порезанный лук. Для тех, кто не очень любит лук, можете порезать его уменьше. И теперь помешивая это все в духовке, жарим до готовности. Спустя некоторое время жаркий лук с мясом нужно его еще посолить. Соль добавляем по вкусу. При стечении 10 минут выключаем духовку и достаем отсюда картофель. В сумме картошка простояла в духовке у нас 1 час 10 минут. И сейчас она выглядит уже просто потрясающе. Она сама по себе готова, но это еще не полностью готовое блюдо. Мы ее перекладываем в емкость с крышкой, где она будет дожидаться, пока дожарится мясо с луком. Спустя несколько минут мясо, которое мы озаривали с луком, уже готово. Мы выключили плиту, еще раз перемешали мясо. Сейчас будем все это дело выкладывать в нашу емкость с картошкой. Мы вывалили мясо в нашу емкость. Мясо у нас зажарилось хорошо, оно получилось красивое с зажаркой. Теперь нам осталось порезать укроп. У нас укропа не очень много, несколько веточек, небольшой кучок. Сейчас мы его порежем и будем добавлять к нашему блюду. Далее мы накрываем все это дело крышкой и перемешиваем такими простыми встряхиваниями. А для того, чтобы все это приготовить, нам понадобилась картошка, укроп, мясо, мясо подойдет любое, лук, немного специй и масло. Вот такая картошечка по староросскому рецепту у нас получилась. Картошка вышла отличная на вкус, прекрасная на вид, золотистая корочка внутри, она мягкая. Мясо, причем здесь еще есть и мясо, что добавляет свой отдельный вкус. Такую картошку можно есть как со свежими овощами, так и с консервированными, или же даже с консервированными грибами. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем приятного аппетита! До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok